привет друзья мы с вами на статическом знакомстве с самым компактным хавейлом на российском рынке этом кроссовер jolion название странноватая но поверьте в китае он называется еще хуже для русского уха поэтому его для нас еще и переименовали вот такая вот достаточно симпатичная машина получилось обратить внимание вот фара изгиб ходового огня это развитие стилистики которую уже мы видели на кроссоверах f7 и f7 x выглядит в общем-то свежо современно актуально и вырисовывается уже у марки хавейл собственное современное лицо такое единое решетка радиатора она такая очень фактурная логотип вообще сильно выпирает вперед короче говоря интересная машина особенно с учетом того что базовая версия ну конечно с ручкой с передним приводом стоит чуть больше миллиона рублей по нынешним временам это ценник очень и очень привлекательный почему я называю эту цену привлекательной да потому что сейчас миллион стоит самый базовый самый дешевый рено дастер а вот эта машина она относится уже практически к среднеразмерному сегменту к сегменту c ее габариты это почти четыре с половиной метра длины и 2 700 колесной базы сопоставим например ну с киа спортиджем то есть сита машина класса выше по цене которую мы привыкли видеть на кроссоверах б-класса интересно очень давайте заглянем под капот еще ну здесь конечно и газовые упоры кочерга ладно это нормально это в порядке вещей не будет такие деньги придираться турбомотор 1 и 5 мощностью 143 лошадиные силы глобально двигатель такой же как на модели f7 но там развивается 150 лошади здесь он немножечко дефорсирован 143 лошади повторю агрегатируется с ним либо шестиступенчатая механика либо семиступенчатый преселективный робот два сцепления естественно в масляной ванне два мокрых сцепления что добавляет выносливости здесь у нас сейчас представлена переднеприводная машина но появится и полноприводные версии с тем же мотором и с тем же набором вообще силовых агрегатов электропривода у пятой двери нету все-таки вот тут вот это еще не сегмент c там уже норма электрический привод здесь все вручную багажник ну такой себе багажник по меркам б-класса неплохой подполье докатка и вот такой вот пенопластовый тазик ну тут все стандартно два небольших кармашка слева справа никаких дополнительных удобств нету одна лампочка подсветки и розетки я вот так вот сходу тут что-то не разглядел по моему ее и нету ну в общем да багажник такой весьма умеренный по объему полка как вы видите старорежимная такая жесткая не складная да ну и вот посмотрите тоже очень интересно оформлена задняя оптика так нестандартно для хавейла не было у нас еще таких моделей и это вот тут у нас машина красного цвета красные фонари все это формы скрадываются но вот рядом еще стоит белая и синяя машина на них оптика смотрится ну скажем так на любителя нужно наверное попривыкнуть ребят вот где тут по-настоящему крут так это на заднем сиденье вы посмотрите на запас пространства это я уселся сам за собой но место место просто вагон а самое главное что все атрибуты комфорта здесь присутствуют иной подлокотник подстаканники два юсб порта персональные дефлекторы в хромированном на обрамлении стеклоподъемники с автодоводчиками кстати не у всех даже породистых брендов это есть ну и конечно же обогрев место место и над головой очень много и даже если пересесть центр я все равно при своих сто восьмидесяти шести сантиметрах роста могу усесться ровно и ногам ничего не мешает потому что пол здесь тоже абсолютно ровный центрального тоннеля нет впереди бросается в глаза очень качественная отделка от сравнительно бюджетного и да еще и китайского автомобиля такого не ждешь ну во первых у нас тут вот самая умылая черная кожа но в дорогой комплектации можно выбрать также еще серый или коричневый цвет интерьер заиграет новыми красками по приборной панели пущена кожа это тут вот не прострочка по пластмассе как любят китайцы некоторые другие бренды нет здесь действительно кожа так она еще и фактурная и с рисунком смотрится ну реально шикарно телефон можно пристроить пожалуйста вот в одном прорезь вот в другую можно на платформу беспроводной зарядки в общем мест хватает подстаканники здесь два причем разнокалиберные сюда маленький стаканчик с кофе сюда бутылку а думаете перехваливаю я машину желаете разочарования пожалуйста вот они руль регулируется только по углу наклона такая вот досадная недоработка кстати отчасти поэтому сзади у меня оказалось так много места просто приходится придвигаться чуть-чуть ближе к рулю но сидеть все равно удобно обратить внимание огромный дисплей мультимедийки в топовой версии 12 и 3 дюйма приборка опять-таки дорогой версии тоже полностью цифровая да еще есть проекционный дисплей вообще оснащенных авиал джули он очень и очень круто здесь есть адаптивный круиз-контроль там все прилагающиеся к нему электронные ассистенты есть даже автопарковщик который умеет парковать машину по прямой но когда водителя в машине даже нету климат-контроль входит в базовую комплектацию но только в дорогой версии он становится двухзонным здесь вот как видите ничего никаких кнопок нет суровый минимализм дисплей и под ним блок клавиш это основные климатические клавиши и несколько функций например тут камеры кругового обзора есть бардачок ну бардачок по азиатской традиции совсем маленький а да и обращу ваше внимание на нестандартное управление коробкой передач такой вот вращающийся шайбой у корейцев сейчас это входит в моду а вот напомню что yaguar land rover вот такого решения уже отказались но все равно смотрится нетривиально и очень очень интересно с ценами представители марки секретничали до последнего и поэтому мы узнали их только сейчас после презентации вот этот стартовая цена чуть больше миллиона рублей которые озвучивал на деле оказалось миллион сто восемьдесят девять тысяч рублей ну да немножечко больше на пятую часть на 200 тысяч но ребят это все равно очень хороший ценник с учетом того что здесь стоит турбомотор неплохое оснащение и все-все-все а вот начальная стоимость машины с полным приводом миллион пятьсот девять тысяч рублей это тоже что называется в рынке ну скажем так для класса b но для класса c это очень привлекательный ценник потому что он ниже среднестатистического вот такие вот цены ну что ж в первом приближении машины мне нравится ждем ездового знакомства потому что только китайцы сейчас нас радуют регулярно новинками и знаете как говорилось в одном фильме братва рвется к власти вот китай рвется к власти по итогам марта хавейл вошел в топ-10 российского рынка по продажам дальше будет еще круче у меня на этом все в плане знакомства с джоли он им друзья вы оставайтесь с нами подписывайтесь на наш youtube канал там всегда найдете самые свежие тесты премьеры презентации будьте здоровы счастлива читайте в майском выпуске журнала за рулем рено аркана с пробегом мы разобрали турбомотор и вариатор живы ли они ресурсный тест лампочек h7 полный провал как и чем проверить компрессию в цилиндрах рено дастер или хендо крето а может все-таки сузуки витара радар детекторы кто лучше видит стрелку летние шины с приставкой эко можно ли сэкономить лада niva travel или доработанный уаз патриот что взять автоматические коробки в советском автопроме это и многое другое читайте в майском выпуске журнала за рулем